Приветствую, меня зовут Люся и с вами Проверка реальности. Это рубрика о науке, играх, технологиях, а также обо всем, что с ними связано. Данная технология существовала десятилетия, но благодаря небольшому кикстартеру три года назад виртуальная реальность сделала рывок вперед и заполонила умы людей. Эту концепцию проспонсировали в десятикратном размере, и вскоре на свет появились первые прототипы доступной передовой технологии, название которой Oculus Rift. Всего за три года игровое поле виртуальной реальности изменилось. На ринг вышли новые игроки, Sony, Microsoft, Google, Valve и даже современные телефоны Samsung. Facebook выкупил Oculus за немаленькие 2 миллиарда долларов. На следующий год потребительские версии Oculus, HTC Vive и PlayStation VR вышли на рынок. Поэтому сейчас самое время сделать выпуск о том, как работает виртуальная реальность. Виртуальная реальность – это по сути всего лишь уловка, а точнее несколько уловок, совмещенных вместе. Суть аппарата в том, чтобы обмануть ваше мышление и заставить вас думать, что вы находитесь в совершенно другом месте. Ключевым элементом в этом случае является концепт присутствия, или же степень того, насколько вы ощущаете, что находитесь не в виртуальном окружении, а в непосредственном физическом. Представьте себе это следующим образом. Когда вы смотрите 3D-фильм в кинотеатре, скажем, «Звездные войны», вы будете погружены в его мир, пока смотрите на экран. Поверните голову в сторону, и вы сразу же вспомните, что находитесь не на планете Татуин, а всего лишь внутри местного кинотеатра. Поэтому, чтобы вы оставались погруженными в мир, нужно ограничить ваше фактическое окружение. Это делается с помощью гарнитуры и наушников. Внутри гарнитуры есть два экрана с зоной видимости в 110 градусов, а значит, вы не увидите край экрана своим боковым зрением. Каждый экран отображает слегка измененную картинку для каждого глаза. Такая уловка называется стереоскопией. Сфокусируйте зрение на одном объекте. Теперь закройте ваш левый глаз, откройте его и закройте правый. Заметили, что этот объект слегка сместился в сторону. Все потому, что когда открыты оба глаза, ваш умный мозг совмещает исходные данные, чтобы создать единую картину. В VR две слегка сдвинутые картинки представлены вашим глазам, а остальную работу выполняет ваш мозг. Итак, вот вы в виртуальном мире, но где именно? Для этого была создана технология отслеживания. Если вы повернете свою голову, и картинка не изменится в следующие 50 миллисекунд максимум, то вас начнет подташнивать. Поэтому информация собирается воедино из нескольких источников, таких как гироскоп, акселерометр, нужный для измерения вашей скорости, и магнитометр для корректировки смещения. Большинство гарнитур покрыты крошечными диодами, чьи сигналы передаются на ближайшие камеры. Отсюда выслеживается точное расположение вашей гарнитуры, а вследствие высчитывается ваше местоположение в виртуальном пространстве, что позволяет вам двигаться и исследовать. Но если технология существует так давно, то почему VR не так широко доступен? Расходы это само собой разумеется, но еще одной причиной является возможный побочный эффект. Здесь я уже говорю по личному опыту, потому что ранние версии Oculus Rift'а укачивали меня, словно я была на корабле в шторм. Ученые утверждают, что тошнота, которую ощущают некоторые люди после гарнитур виртуальной реальности, происходит от несовпадения сенсорной информации, возникающей, если вы носитесь внутри виртуального мира, а в реальности вы просто сидите на месте. Ваше тело и ваш мозг — это входные данные для вашего внутреннего уха, которое ответственны за равновесие. А если тело и мозг не синхронизированы, то у вас будет кружиться голова. Например, возьмем Dying Light, доступный для Oculus. Это игра от первого лица, где вы убиваете зомби и прыгаете по крышам. Однако прыгать через зомби и лазить по зданиям вверх и вниз, когда ваш мозг знает, что вы сидите на стуле и держите геймпад... В общем, не советую. Во всяком случае, с ранними версиями гарнитур VR. К счастью, проблема киберукачивания стоит на первом плане у разработчиков. Valve, например, заявили, что намерены избавиться от этого полностью. У них нет сенсорного несоответствия с вашим движением, поскольку их маячковая система отслеживания позволяет вам перемещаться в пространстве в 5 квадратных метров, как в реальном, так и в виртуальном окружении. И хоть это самый простой способ взаимодействия с игрой, ничто не сломает погружение в игру сильнее, чем использование клавиатуры, мыши или геймпада вместо ваших рук. Поэтому PlayStation VR, Oculus Rift и Vive также будут поставляться с джойстиками, которые позволят взаимодействовать с виртуальным миром. Если вы захотите протянуть руку и дотронуться до чего-нибудь, что-то передвинуть или взаимодействовать с чем-то, то вы это сможете сделать. Чем лучше у вас получится заставить поверить ваш мозг в происходящее, тем более полным будет ваш опыт от использования VR. Это был небольшой обзор того, как работает виртуальная реальность. Если вам интересно, то можете взглянуть на выпуск этой недели GIST, где Джесс рассказывала о самых удивительных VR-играх. Также можете посмотреть выпуск за две минуты, где я говорю о будущем VR, о различных устройствах, о Google Cardboard и обо всех доступных сейчас, включая Vive, PlayStation VR и, конечно же, Oculus Rift, вышедших в 2016 году. С вами была Люси, спасибо за просмотр выпуска этой недели проверки реальности и до новых встреч!